Похоже, что Артур не сильно расстроился. По мне заметно, что просто какое-то ощущение опустошенности. Мне давно не было так плохо. Хорошо, что мы через лес, в лесу была возможность разрядиться, так сказать, все свои эмоции выплеснуть. Потому что в лесу никто не видит. Очень неприятно. Всем привет! Меня зовут Наташа и с вами канал Замуж в Индию. Сегодня, как по классике жанра, у меня для вас хорошая новость и плохая. Начну все-таки с плохой. Вернее, даже плохих у меня две новости. По предыдущим сериям многие из вас догадались, что я сильно похудела. И похудела неспроста, потому что вид у меня был болезненный. Да, действительно, последние 10 дней я болела. Мне не повезло подхватить кишечную инфекцию. Как это произошло, я не знаю. Потому что я вообще очень в еде избирательная, насколько это можно вообще в Индии. И еще такой момент, что мы с Артуром кушаем всегда примерно одно и то же. И, слава Богу, Артур не подхватил. Так что, чем именно я отравилась, я не знаю. Но в течение 10 дней я сидела на строжайшей диете. Даже первые 2-3 дня я вообще ничего не могла есть. А потом, слава Богу, мне немножко полегчало. Я уже стала кушать рис вареный. Ну, в общем, такую еду, от которой особо не поправляется. В результате, вот видите, я сейчас такая худенькая, стройненькая. Мне тут понасоветовали. И жена нашего босса посоветовала ей семена, проса. В общем, много чего я попробовала. Но, как бы, результата особого это не приносило. Потом мне посоветовали лекарство. Аюрведическое лекарство под названием диорекс. Но купить его оказалось тоже непросто. У нас в Матеране оно не продается. В Нерале, который рядом с вами находится, тоже его не было. Слава Богу, вот буквально 2 дня назад один знакомый моего мужа был как раз в Мумбаи и собирался сюда приезжать и захватил это лекарство. Вот, и сейчас я уже, видите, в отличном настроении. Сейчас я могу сказать, что я уже здорова. Кстати, я нашла это лекарство на сайте MyIndia.ru. Это информация для тех, кто собирает посылки с этого сайта. Я вам настоятельно советую его приобрести. Классное лекарство мне помогло. И плюс еще это лекарство можно применять детям. Даже вообще там чуть ли не с грудного возраста. В зависимости от дозы. Стоит оно недорого. Так что обязательно заказывайте. И помните про промокод «Намасте». Он даст вам скидку в 6%. Вот видите, получилась даже такая вот реклама. Хотя я говорю, что мне почему-то с MyIndia.ru не присылали это лекарство. Хотя должны были быть. Для Индии это как раз таки самое то, что необходимо. Необходимо иметь в аптечке подобные средства. Артур, расскажи сон какой тебе приснился, когда она болела. Ты не снился сон, когда мама заболела. Бабушка приходит и говорит, все, я буду твоей мамой. А мама умерла. Ее закопали. Она уже болит. Ушки болят. Кровины лопнули. В общем, Артур проснулся ночью, когда я болела. Со слезами на глазах. Плачет, рыдает. И говорит, мама, мама, я не хочу, чтобы ты умирала. Боже. Я это услышала, мне аж самой аж... Сейчас улыбается. Я когда это услышала, мне аж на слезу меня пробило. Я же его обняла, обняла. Говорю, ничего, все в порядке. Это не смертельно то, чем я заболела, сынок, говорю. Оказывается, ему вот такой вот сон приснился. Нехороший. Сейчас побью этого сона. Этого сона надо побить, да? Чтобы такой сон больше никогда в жизни не приходил, да? Дурацкий сон. Да, сынок? Да. Дурацкий какой-то сон. Дебилы. Я хочу, чтобы мама была красивая, как сейчас. Можно? Я даже не живу в Украине даже. Ты видела, как я живу в Украине? Я в Индии живу. Тебе в Индии больше нравится? Да. Почему? Потому что тут баскетбол, а там нет баскетбола. Байк там ждет. Дейди. 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 Я люблю, потому что папа меня все покупает. Эппл джюс. Эппл джюс, оранж джюс. Он мне принес это, может, дай им милк. Он какие-то соколадочки. Я прям хочу. Ну а сейчас расскажу вам вторую новость. И тоже, к сожалению, плохую. Дело в том, что сегодня в школе у Артура состоялся турнир. Спортивное состязание, в котором приняла участие абсолютно вся школа. Дети выступали на огромном стадионе. Это грандиозное событие, которое бывает именно вот в Артура школе раз в году. Я очень ждала этого дня. До начала выступления Артур репетировал танец. Их класс, самые малыши, помимо спортивных соревнований, еще должны были показать танец. Водила Артура в школу как раз вот эти вот дни во время своей болезни, когда мне очень плохо было, но я исправно его водила каждый день. Три километра в одну сторону, потом три километра в другую сторону. Очень было непросто, но, знаете, я вот как бы почувствовала такую ответственность, что мой ребенок должен обязательно выступить и прочувствовать эту всю атмосферу. Вот, как Артур из школы возвращается. Нравится тебе, Артур? Да. Классно? Да. Супер? Да. Скажи спасибо, а то say thank you. Мама. Девчонки сами предложили. Девчонкам классно, Артуру классно и мне тоже. Если бы меня еще кто-то так потащил, было бы вообще супер. Значит, а никто не хочет. Меняются. Девчонки. Девчонки постоянно меняются. То одни, то другие тащат. Ого. Вот это силище богатырское. Это круто. Артур довольный, смеется. Артур. Артур. А какой, Артур, сегодня красивее. Покажись. Здесь сегодня котик. Мама нарисовала котика. У него нет белого цвета. Да, я это и хотела сказать, что у меня только один серый карандаш и губной карандаш красный. Поэтому получилось, что получилось. Кстати, вот посмотрите. К Артуру приходят детки. Вообще абсолютно разные детки. Вот, например, родители Санскрути. Прачки. Это не очень хорошая вообще профессия считается. Далеко не самая престижная. Но она к нам приходит. И мы этому, кстати, очень даже рады. Хотя вообще по правилам она не вхожа в наш дом. Естественно, у нас другие правила. Мы, я выбираю, чтобы к тебе приходили хорошие друзья. Воспитанные, аккуратные, чистенькие. Еще в лучший вариант это когда еще умеют разговаривать на английском. Понял? Вот такие вот критерии. Как, я думаю, у большинства адекватных родителей. Ай! Артур! Играет это Артур! Артур, ты любишь же играть вместе в Санскрути? Котик! Кис-кис-кис-кис-кис-кис! Скажи мяу! 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 Мама, давай застирать! Уже не хочешь быть котиком? Угу. А кем ты хочешь быть? Беги мочиком. Или собачкой. Мама! Я хочу собачку! Почти одной тоже. Я так бы и собачку нарисовала. Что? Шапа? Что ты собрался? Да. Я никуда пошел. Я просто в школу. Ну, так что у тебя за день сегодня? Расскажи. Танцевать. Будешь танцевать? Покажи как. Покажи немножко. Поехал. Ну, дальше. Вот такой вот танец будет. Я, Артур, запомнила все движения, но как-то не хватает немножко пластики. Пластики немного не хватает. Артур. Не будь как дерево. Пластичнее. Попой виляет. Ножками пружин. Я танцую дерево? Да. Не надо танцевать в стиле дерева. Танцую в стиле пружинки. Парам опять не сможет с нами посмотреть выступление. Очень жаль. Конечно, вообще я такая расстроенная. Уже второе выступление у сына, а и я одна там буду. Потому что сегодня как раз суббота. Много туристов, так что Парам никак не может вырваться. А чего ты плачешь? Сейчас будешь танцевать, а? Все-таки Парам выбрался. Выбрался помочь провести Артура. Потому что с ним получается намного быстрее. Вот сейчас в гору поднимаемся. У меня одышка. Очень крутая гора. Улыбается вот так. И если стараться в корме, то припевает. Артур, влезь в камеру. Нет. Ты расстроился? Расскажи. Расскажи, сынок. Прячется. Расскажи, ты расстроился или нет? Похоже, что Артур не сильно расстроился. А по мне заметно, что я вообще просто, просто какое-то ощущение опустошенности. Мне давно не было так плохо. Хорошо, что мы через лес, в лесу была возможность разрядиться, так сказать, все свои эмоции выплеснуть. Потому что в лесу никто не видит. Очень неприятно. Артур вытяну ручки, сейчас будет кушать. То, что я приготовила, то, что мы планировали покушать там в школе, сейчас Артур скушает. Аккуратно, чтобы яйцо не вывалилось. Роти с яйцом, такой бутерброд. Артуру нравится. Мама, не расстраивайся. Мы обещали Артуру тортик. Я ему обещала, что когда он выступит, после выступления купим ему тортик. Чтобы он хорошо выступал, чтобы у него настроение было хорошее, пообещали. Ну что ж, придется покупать. Это же не по Артуру вине. Он бы станцевал. Не знаю, как хорошо или плохо, но в любом случае бы станцевал. Ну, видите, вот так вот нам подставили нас. Очень неприятно. Мама, снимай. Я за блогером. Получилось потанцевать там на занятиях. Почему? Потому что надо было другую одежду, а не скольную форму. Ну, ты расстроился? Нет. Я не расстроился, потому что я не люблю маму. Как девочки такие были красивые, что у них не было ни черного, ни коричневого, только розового. А у мальчиков у них было безобразие какое-то. Я вернулся. Азим вернулся. Подзабыл. Он русский, честно говоря. Видно, что не занимался. Он в своей деревне занимался там чем-то другим. Но об этом я расскажу чуть позже. Так вот, Насим вернулся. И с сегодняшнего дня он начнет меня откармливать. И сегодня я хочу для вас сделать сюрприз. Самая-самая моя любимая сладость, которую я попробовала в Индии. Я могу даже сказать, что, наверное, это моя любимая сладость теперь вообще в принципе. Ну, очень вкусное блюдо под названием... Гланджаму. Ес! Коман, летс го! Ну, у нас настал долгожданный момент. Сейчас я вручу Насиму подарок. Насим, take your gift. This is your gift. Open, open. Open, open. Very nice. А ну, try. Вау! Very good. Как настоящий шеф-повар. Очень хорошо, очень торжественно, презентабельно. Ну... Для приготовления нашего блюда нам понадобятся вот такие вот ингредиенты. Вот тоже у нас готовый порошок. Его, кстати, можно приобрести на сайте MyIndia.ru или, в принципе, можно сделать самим. Я напишу состав примерный. Ну, или попросить своих друзей, которые ездят в Индию, чтобы вам и купили. Ну, на сайте тоже можно приобрести. Я оставлю ссылочку. Вот здесь вот мы видим масло гей. Тоже его нужно будет добавить. Можно обычное масло будет добавлять. И вот, посмотрите, розовая вода. Это тоже, кстати, на сайте можно заказать. Ну, можно, конечно, и без неё. Но она, конечно, придаст особый экзотический вкус. Парам и Насим мне сказали о том, что в составе этого порошка он уже присутствует. Так что можно обойтись без кардамона, если у вас есть такой порошок. Переступим. Насим уже ручки подтирается. И так ему не терпится приступить. Вот, вы видите, здесь находится вообще в этом составе сухое молоко. Потом там, ну, типа как-то творог такой вот. Это мало называется вообще в Индии. Так, вот, видите, в порошок добавляется молоко. Да, хочу рассказать, почему же Насим задержался. Почему он не приехал на работу тогда, когда обещал. Дело в том, что у Насима молодая жена, намного младше его. Ей, по-моему, сейчас лет 19. Но у неё какие-то проблемы со здоровьем, и она всё никак не может забеременеть. Вот, у Насима до сих пор нет ребёночка. Хотя ему очень сильно хочется. Он таким трепетом относится к детям, к Артуру. Ну, вот, у них не получается. Поэтому, вот, в принципе, причина опоздания была в том, что они пытались решить эту проблему. Долгие месяцы они занимались решением этой проблемы, но так и не получилось. Так, ну вот, видите, Насим уже катает шарики. Вот, кстати, эти шарики очень важно сделать плотными. Вот видите, как Насим, когда их катает, он сильно прям нажимает руками для того, чтобы они потом не развалились. Эти шарики потом надо будет жарить во фритюре. Ну, вообще, это блюдо напоминает наши пончики. Ну, конечно, по вкусу вообще вкус необыкновенный. Вот ни с чем не сравнимый вкус. Действительно, я, когда их попробовала, эти гулабжамуры, я ни с чем их не могу сравнить. То есть, вкус особенный. И я уверена, что вам тоже понравится. Напишите, пожалуйста, те, кто уже пробовал. Кто уже пробовал, напишите, пожалуйста, ваши ощущения. И вот, что еще я хочу сказать, что это такой вот вступительный рецепт. Вы видите, у меня сегодня видео такое получилось смешанное. А в дальнейшем я планирую отдельно сделать рубрику. В какой-то определенный день буду выпускать видео рецепты. Только рецепт. И вы можете сегодня оставить в комментариях ваши пожелания, что бы вы хотели, чтобы приготовил Насим. Так, а сейчас, вот смотрите, Насим приступает к приготовлению сиропа. Насыпается стакан сахара в глубокую кастрюлю. Ого, еще! Ничего себе! Два стакана. Очень много сахара сюда придется. И воду. Вот, заливается водой. Так, ну вот, готовы наши голабджамчики. Я насчитала 30, может, я ошиблась. Но на коробке написано 50. Вот, видите, здесь написано, что можно было 40, но дали 50 грамм бесплатно. И в итоге 50 шариков должно было получиться. Но, видимо, они предлагали делать меньшего размера. А Насим уже не мелочился. Такие вот сделал. Шарики так шарики. Тем временем, вот, посмотрите, в глубокой сковороде нужно растопить масло. Масло гей. Хотя я читала в интернете, что можно и на подсолнечном масле. Можно, значит, и на сливочном масле. Но мы решили вот именно так по-индийски сделать, как положено на масле гей. Так, вот сейчас Насим погружает в масло кипящие эти шарики и начинает обжаривать. Обжаривает до золотистости. Но вообще огонь должен быть не сильно большой для того, чтобы шарики обжарились не только снаружи, но и внутри равномерно. Да, хотя... Всё, достаем наших румяненьких тарелочек. Вот они получились такие твёрденькие, прямо аж хрустящие. И сейчас мы их будем погружать в сироп. И потом, примерно через час, будут готовы к употреблению. Насим, ты же забыл розовую воду. Ах, как же ж Насим забыл. Это очень важно, будет намного вкуснее. Вообще, в принципе, чем дольше они будут находиться в сиропе, тем они больше разбухают, больше впитывают в себя всю эту вкуснотищу и становятся крупнее. Они могут увеличиваться в два раза. Артур узнал, что мы, пока он был на занятиях, приготовили вкусняшку, и ему не терпится, не терпится. Да, сынок? Да. Вот ещё пришёл наш сосед, который любит гулаб джамы. Гулаб джамы? Сейчас посмотрим, как они будут лопать. О, Артур уже лопает. Мамочка, это тебе. Он всегда так делает. Вообще, очень хорошая чеха у Артура. И сам сейчас посадите. Он их обожает, но всё равно. Дашь ему самую любимую его вкусняшку, он сначала угостит нас. Вообще, я настолько счастлива, что у него эта черта присутствует. Молодец. Играны вовсе. Тести? Отчаев. Отчаев. Вот отчаев. О, даже бота. Ну ладно, уже подписчики. Хотите ещё глазам завтра? Ну, идите, подписчики, в меру. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждёт ещё много всего интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!